Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Сегодня в пресс-центре «Спутник Южной Осетии» проходит брифинг главы Таможенного комитета Южной Осетии Александра Чочева по итогам рабочей встречи президента Южной Осетии Алана Гоглоева по вопросам реконструкции пункта пропуска Нижний Заромак. Президент Алана Гоглоев посетил в пятницу пункт пропуска Нижний Заромак на Южной Осетии на российской границе, где принял участие в рабочем совещании по вопросам его реконструкции. В работе совещания также приняли участие директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, Министерство транспорта Михаил Кукаев, секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Плев, представители правительства Северной Осетии, пограничной и таможенной служб подрядных организаций и непосредственно В. Александр Иматович. Президент отметил в ходе встречи, что ранее были достигнут договоренности, некоторые договоренности, которые к этому времени российская сторона выполнила. О чем конкретно шла речь? Пожалуйста, Вам слово. Добрый день. Как известно, еще в октябре 2023 года состоялась встреча с участием президента, где по результатам которого было принято решение, что до реконструкции самого пункта пропуска нужно улучшить бытовые условия для граждан, которые перемещаются через пункт пропуска в Южний Сарамак. В результате чего нам продемонстрировали, были установлены санузлы перед пунктом пропуска, внутри самого пункта пропуска и за ее территорией. Также была продемонстрирована техническая оснащенность дополнительных полос. Одним из самых важных пунктов во время встречи была пропускная способность. Какова она сейчас и увеличилась ли она с прошлого года? Или в перспективе будет ли увеличена? Значит, как известно, проблема именно с пропускной способностью оставляет желать лучшего и в долгие годы. И президент именно акцентировал проблему именно на том, чтобы улучшить пропускную способность. Значит, на сегодняшний день ежедневно, по данным наших российских коллег, перемещаются от 700 до 1400 транспортных средств. В результате реконструкции будет увеличено и будет плюс 400 транспортных средств дополнительно. Когда уже будет конечный проект готов? Когда представят конечный проект? Конечный проект будет представлен примерно в апреле и в мае и будет представлено руководством Республики Южно-Оседия. Спасибо большое. Вы сказали о том, что президент акцентировал внимание на увеличение штатных единиц. Было ли найдено понимание со стороны российской? Да, президент именно особое внимание всех участников обратил внимание на то, что независимо от того, сколько полос будет на посту Нижний Заромак, если количество инспекторов и сотрудников не будет увеличено, то проблема с так называемым пробками, с скоплением транспортных средств не будет решена. В результате чего российские коллеги пообещали, что со всеми заинтересованными сторонами они посовещаются и придут к общему решению данной проблемы. Спасибо большое. Коллеги, может, вопросы? Что касается полосных, пропускных полос туда обратно, их тоже станет больше или нет? Да, их станет больше, но окончательный проект будет представлен, как я уже обозначил, примерно в апреле-май руководству, и тогда мы уже будем все знать, в какую сторону будет двигаться. Ну, можно вопрос. Вот на недавней встрече в Нижнем Заромаке поднимался ли вопрос транзита через Южную Осетию? Тема транзита через Южную Осетию на повестке дня не стояла и не обсуждалась. Еще вопрос, пожалуйста, коллеги. Если можно, еще один вопрос. Как решается вопрос без сильного обеспечения работников таможенных органов? Значит, то, что зависело от таможенного комитета, вообще от Южной Осетии, мы полностью подготовили, у нас положение, которое правительство утвердило совсем недавно. Мы согласовали, внутриклазарственные согласования прошли в Республике Южная Осетия. И вчера, как раз 4 марта, направили через МИД в Россию уже на согласование в Российской Федерации. В Российской Федерации будем ожидать дату, так сказать, подписания данного соглашения. Очень ждем. Спасибо большое, коллеги. Вопросы еще есть? Ну что ж, я благодарю вас, Александр Маркович, за развернутый ответ. И на этом мы завершаем верифинг информационного агентства «Спутник». Спасибо и до новых встреч.